У нас сегодня служение выездное, мы здесь выехав, служим друг другу, служим общением. В Писании написано, что если мы ходим во свете, как Иисус во свете, то мы имеем общение друг с другом, и нет тогда среди нас никакой лжи, мы всегда можем открыто разговаривать друг с другом и общаться. И на самом деле вот это вот общение, о котором идет речь, оно называется на греческом языке, может быть вы удивитесь, но называется оно именно синагога. Слово синагога обозначает собрание. Когда мы читаем и в Евангелиях, и в Деяниях апостолов, мы читаем такие моменты, когда, например, Иисус собирал жеребов, используется слово синагога, то есть собирал их вокруг себя, собирал для того, чтобы пообщаться. И если мы читаем дальше в Деяниях апостолов все, что делал Петр, то, что делал Иисус, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, от Луки, от Иоанна постоянно написано, что Иисус по обыкновению своему учил в синагоге, и Иудеев и Иеринах, и обсуждал, и увещевал, и так далее. То есть мы читаем с вами в Библии о том, что мы всегда, ну апостолы и ученики Иисуса собирались вместе. Сегодня есть такая тенденция, что люди говорят, да, можно в церковь в принципе не ходить. У нас есть онлайн-церковь, вот сейчас появилась очередная онлайн-церковь на русском языке, где пастор выходит на фоне красивом таком, разговаривает о чем-то, даже не знает какая там реакция у зала, он не знает, кому он это говорит, что у него за церковь, чем она ограничена, как они общаются друг с другом. И в результате получается, что между нами нет никакого общения. И вот эти вот выездные мероприятия, которые мы по традиции уже будем делать раз в какое-то время, они как раз призваны к тому, чтобы мы общались все вместе, чтобы мы соединялись, чтобы мы разговаривали, обсуждали разные темы. Потому что если мы говорим о том, что собрание святых, это большая семья, например, в окружении Иисуса Христа мы знаем, что было именно такое понимание. Там все друг от друга все знали. Там все друг от друга все знали. И даже еврейские мамы были посвящены в то, что творилось внутри этих собраний. И в какой-то момент даже две еврейские мамы пришли к Иисусу и просили, а можно наши дети сядут один по правую руку, другой по левую. То есть это нормально, когда люди посвящают друг другу свои вопросы. Сейчас мы сидели и общались по поводу того, как говорить на иврите, зачем говорить на иврите, обменивались информацией, где что происходит. Наша синагога, то есть наше собрание, не синагога, в частности, место молельное, которое мы сегодня привыкли видеть, а именно наше собрание, оно заключается в том, что мы не только слушаем Слово Божие, не только называемся и не только, может быть, вдохновляемся на следующую неделю, оно заключается в том, что мы получаем заряд, заряд общения, заряд желания общаться дальше. Вот все, кто сегодня сюда пришел, я на самом деле очень благодарен, что вы откликнулись. Мы знаем, что в части людей у них не получилось приехать по тем или иным причинам уважительным, естественно. Нам, вас здесь, кстати, очень не хватает, и вам нужно об этом знать. Когда в семье кого-то не хватает, нужно об этом знать. Мы приглашаем вас все-таки в следующий раз присоединиться. Я надеюсь, что все вопросы трясутся и все будет в порядке. Поэтому я призываю просто, чтобы мы, когда мы читаем Писание, обращали внимание вот такие вот мелкие вещи, как, например, собрание. Давайте вспомним еще пару вещей. И я сегодня не хочу много вашего внимания забирать. Какие еще были собрания в Писании? В Писании были собрания разные. Начиная от собраний людей в Египте, когда они выходили из египетской арабской пустыни, то есть, прошу прощения, где была Скиния, собрание. То есть всегда народ собирался вокруг чего-то. Сегодня мы с вами собрались вокруг общения. Понятно, что в нашем общении, и слава Богу, что мы с вами имеем такое общение друг с другом, как о том, что ходим во свете, потому что наш Господь ходит во свете. В центре нашего общения все-таки Иисус. Он нас объединяет. Он нас вообще привел. Но если бы не Иисус, то нас бы здесь не было с вами. Он бы никогда, может быть, и не встретился. И когда мы общаемся, когда мы собираемся, мы должны понимать, ради чего это все происходит. Ради того, чтобы мы наполнялись и дополняли друг друга своими знаниями, своим опытом, своим общением. Потому что, например, сейчас Валентина с Леной разговаривали о том, как нам называется на ибрите комар. И тушь или не тушь. То есть, на самом деле, мы насъедаемся, мы общаемся, мы постоянно узнаем что-то новое, мы развиваемся. Вот сейчас был обмен информации по поводу ярмарки и вакансий. Это замечательное время. Обычно, когда мы собираемся на служении, вот я хочу все-таки, чтобы мы продолжали молиться за собственное помещение, чтобы у нас было больше времени собираться. После служения, чтобы мы общались, обсуждали какие-то моменты, разговаривали. Вот есть такая идея встретить вместе Новый год. Я не знаю, как у вас получится, но потом мы помолимся на эту тему. Встретить вместе Новый год. То есть, все праздники мы можем проводить вместе, на самом деле, и увлечевать друг друга. Не в смысле, что рассказывать, что хорошо, что такое плохо. А именно, вот отвлечься. Почему мы выбрали именно на природе провести? Не могли с таким успехом сегодня накрыть столы и в нашем помещении и поесть там. Нет. Почему на природе? Потому что есть другая обстановка. Если мы хотим продолжать расти, продолжать укрепляться, получить заряд бодрости на ближайшую неделю, нужно постоянно менять обстановку. И я призываю вас вообще, в принципе, на выходных всегда менять обстановку. Ну и почаще собираться вот так вот вместе. Писание призывает нас собираться. И всегда говорит одно, на всех пропитах говорят одно и то же. Давайте не будем оставлять собрание свое, как у некоторых есть обычно. Есть люди, которые пытаются оставить свое собрание, куда-то уйти, может быть искать чего-то новое. Это нормально, когда люди уходят и ищут что-то новое там, где им комфортно. Но если мы принимаем решение, что это наше собрание, что мы в этом собрании вкладываемся друг в друга, что мы выстраиваем здесь отношения друг с другом, то тогда и это собрание будет для нас благословением. Я благодарю вас еще раз, что вы сегодня здесь собрались, что вы поддержали эту идею. И думаю, что это будет хорошей традицией, хотя бы раз в месяц, может быть даже, может быть раз в два месяца, может быть раз в месяц будем собираться и выезжать на природу, проводить какие-то пикники. Следующий поезд, кстати, у нас будет на север. Так что готовьтесь. На два дня поедем. Все, благословляю вас, благословляю вашу сегодняшнюю неделю. Пусть Господь во всем будет с нами. Уже есть место, самое красивое место на голландских высотах. На земле. Все, я благословляю вашу неделю, не буду больше отрывать вас от вкусной еды, от вкусных салатов, которые вы приготовили. Слава Богу за каждого из вас. Ну и не забывайте общаться. Меняйтесь телефонами, общайтесь, будете на связи постоянно. Окей? Благословляю вас. Аминь. Ничего.